Компьютер на прокачку А взамен выдала бы вам какого-нибудь монстра за 300-400 тысяч рублей И вот сегодня у нас финал третьего сезона И вы узнаете, какого мегамощного монстра смогли сделать ребята из Evo PC, HyperX и Thermaltake Ну и конечно же хочется узнать, кто у нас победил А победил у нас обычный парень по имени Даниил из славного города Сочи Вот его работа А теперь немножечко уличной магии И вот наш победитель Даня, здорово! Здорово, Джофф Слушай, посмотрел твой ролик, офигенный Ты его снимал, наверное, огромное количество времени Ты там и там бегаешь, и в лесу бегаешь Кто-то там пытается тебя уничтожить Как тебе вообще пришла такая идея? Ну, это было довольно-таки сложно Это мы снимали, считай, весь месяц Как раз пока длился конкурс Потому что я ролик отправил в самый последний день Изначально мы не думали, что даже и дойдем до съемок самого ролика Потом мы думали, что какая-то загвоздка будет на монтаже Ну, а тут вот я здесь Вот так Ну, ты понимаешь вообще свою удачу? Ты сдал ролик в самый последний день, и ты победил Я тебе хочу сказать, что участников у нас было около пяти тысяч И ты победитель Ты надеялся вообще на такой результат? Изначально нет, но потом Я думаю, каждый надеялся на победу Ну, вот чтобы конкретно знать заранее Ну, нет, конечно Ну, и давай поговорим про главный мотивирующий фактор Почему ты, собственно, участвовал в нашем проекте У тебя был какой-то старый компьютер, который тебе очень не нравился Который тебя не устраивал Расскажи немножечко о нем, что тебя не устраивало И почему ты вообще решился участвовать в нашем конкурсе Ну, моему компьютеру 9 лет Я, в принципе, его не обновлял Там 512 мегабайт оперативной памяти Как было, так и осталось Одноядерный процессор И не самая топовая видеокарта Звучит очень грустно Скажи, в какие игры ты мог себе позволить играть на таком компьютере? Максимум, максимум какие? Хотя бы на минималках В Сталкер на минималках В Киеве Чернобыля, да Не, ну Сталкер хорошая игра Ну, а от нового компьютера, который мы тебе собрали Точнее, который тебе собрали специалисты компании Evo PC Что ты от него ожидаешь? Что там может оказаться внутри? Как ты думаешь? Там может вполне оказаться... Процессор, да? Топовый причем, игровой 6700К, возможно Может быть, одна или две 900-го сетя Или 1080 SSD Может быть, материнка крутая Да, ребят, желательно, чтобы в компьютере, который вам дарят, была материнка То для нее немножко неловко И сейчас, ребятки, мы прощаемся с Даниилом на небольшое время Мы его отправляем из нашей студии в темную комнату Где мы завяжем глаза, уши, скурем руки, кляп в рот И он там будет ждать, пока мы не занесем сюда компьютер И в это время в нашу студию приглашаем Романа из компании Evo PC Который и собирал для Даниила его офигенный компьютер И вот этот грозный мужчина рядом со мной, форм-фактора Full Tower Это Роман из компании Evo PC Привет, Роман! Привет, Джо! Я знаю, что ты собирал нашему победителю офигенный компьютер И для начала расскажи, какие у Даниила были пожелания в плане того, что внутрь вставить или как его вообще сделать Сначала хочу сказать, что перед нами стояла очень тяжелая задача выбрать из большого количества конкурсантов Когда мы выбрали Даниила, мы сразу с ним связались И стало понятно, что он фанат Безумного Макса Тебе нравится Безумный Макс? Мне нравится фильм Безумный Макс, а игра так себе Согласен Мы вдохновились образами из фильма Безумный Макс и сразу приступили к работе Первое, что мы сделали, это подобрали правильного размера корпус Он был, как и я, Full Tower Этот корпус мы первым делом выкрасили в ржавые цвета Чтобы он получился очень похож на машину из вышепоминанного фильма Я думал, ты скажешь, на твою машину очень похожа Ха-ха-ха, ты все всем рассказал Значит, представили Корпус выкрашенный в ржавые цвета И у Данила были требования, чтобы его новый компьютер, который он очень хотел, очень ждал Чтобы он справлялся со всеми его задачами А Данил, как нам стало известно, любит видеомонтаж Поэтому мы должны были собрать действительно мощную машину С корпусом мы определились Дальше дело за сердцем А сердце любого компьютера, это, как известно, материнская плата Нами была выбрана материнская плата Maximus 8 Extreme Assembly от Asus Почему именно эта материнская плата? Да потому что она выглядит точно так же, как корпус, который мы изготовили Она выполнена в цветах плазмокопер В ней есть также одна очень интересная особенность Это хай-фай усилитель для наушников Поэтому Данил, когда будет играть в игры Будет всегда слышать даже самую тихую поступь своих виртуальных врагов Ну а что касается видеокарты Что вы туда вставили и в каком количестве? Матрикс 980 Ti от Asus был выбран по той же самой причине Дизайн этой видеокарты идеально подходит под наш модерский проект Но давайте еще поговорим о процессоре Какой процессор для того самого видеомонтажа, которым увлекается наш победитель, выбрали? Вы будете удивлены, но мы выбрали новейший процессор от Intel 6700K с разблокированным множителем поколения Skylake Но было бы слишком просто выбрать процессор и ничего не делать Поэтому вы скальпировали его Скорпируя процессор, мы заменили термоинтерфейс Теперь там вместо заводского стандартного жидкий металл А это значит, что вы смотрели Терминатор 2? Как и большая часть наших зрителей Хороший фильм Что касается оперативки Сколько ее? Зачем так много? Оперативная память — это HyperX Savage на 32 гигабайта Что более чем достаточно для любых задач А частотка какая? 2800 МГц Нормально Роман, если материнская плата — это сердце каждого компьютера, то блок питания — это его филейная часть Какой вы блок питания поставили Даниилу? Даниилу мы поставили блок питания от компании Thermaltake, модель DPSG на 1050 Вт А зачем такой мощный блок питания? Потому что там установлена не одна видеокарта, а целых две 980-х в режиме SLI И после этого, мне кажется, нашему победителю осталось только найти двух девушек И сделать их в режиме SLI, и его жизнь удалась Ну и, понятное дело, самое последнее, но, наверное, самое главное по значению — это надежное и безопасное хранение данных Что в этом плане вы предложили Даниилу? Для хранения данных в системе установили целых два SSD-накопителя HyperX Savage на 480 гигабайт каждый Эти накопители объединены в RAID-массив RAID 0 Что касается хранения остальных данных в компьютере, мы предусмотрели еще один жесткий диск от компании Western Digital на 4 терабайта Мне кажется, этот диск такой же жесткий, как желание Даниила победить в нашем конкурсе Безусловно Ну, Ром, ты понимаешь, крутые комплектующие — это еще не все Для них нужно хорошее охлаждение, чтобы они работали эффективно и безопасно для победителя В нашем компьютере установлено водяное охлаждение для процессора и материнской платы И это полный постапокалипсис Ржавчина, текущая по акриловым трубкам системы водяного охлаждения, навевает ужас на всех, кто смотрит на нее Ром, а что там с кобелями? С кобелями там все нормально Они оплетены нашими инженерами в соответствующие цвета Это кропотливая работа, но результат нас всех обрадует Ну что, друзья, мы обсудили все комплектующие, которые есть в этом прекрасном компьютере И сейчас настал тот момент, когда мы покажем его нашему победителю Поехали! Ну что, друзья, вот тот самый торжественный момент, когда мы покажем Данилу его мега-мощный компьютер Даня, ты готов? Думаю, да А что ты тут такой скованно стоишь? Я не знаю, что делать, сердечко колодится Сердечко колодится Ты готов? Три, два, один Пам-парам-пам-пам! Ну что, ну давай, какие твои ощущения? Хорошо, плохо, классно, офигенно, шедеврально, опупенно, неописуемо Да, это выше всего Выше всего, выше чего? Выше... Опупенно, шедеврально, да Выше Empire South Building? Да, выше земли Выше, выше земли О, физики сейчас что-то новое узнают на нашем моменте Ну что, как тебе, как тебе, смотри, короче, все ржавчины, все в стимпанке Везде безумно-макс, много безумно-макса тут Тут у нас ржавчина течет по трубам Две топовые видеокарточки, в общем, все офигенно Но ржавчина Данила кое-что красивое скрывает внутри И сейчас мы на это посмотрим Пам-пам-пам-пам-пам Ну что, как тебе, как тебе, смотри, красота Красота, плетеные вручную, ручками просто Самых последних детских стимпанок Ржавчина, ну, топово? Вообще, запредельно топово, я не знаю Но это невозможно, просто это неописуемо По сравнению с тем, что было Ну что, ты готов сыграть на этом компьютере? Определенно Показать нам свой скилл в какой-нибудь очень сложной игре И требовательный к FPSу Да Да, погнали Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, Даня, раз уж так тебя прет от Безумного Макса То с твоим старым компом мы поступим по законам пустоши Ты же не против? Нет Поехали Даня, а где это мы? Да походу в Сочи Не, чувак, это не Сочи Это какие-то замкадовые пустоши Не знаю, что нас тут ждет Хипстеры? Не-не, стримеры, стримеры Как Карина У нас таких в Сочи нет Это что, вейперы? Бьюти-блогеры, наверное Это позорная рухлядь, ваша? Нет, наша вон там А это немощное тело мы пришли отдать пустоши Это мясо больше бегать не будет Движок-то у вас не к черту Мы запомним тебя Мы запомним тебя Зависи у галька Уголька 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 Ну что, Даня, только что толпа московских отморозков сожгла твой компьютер Какие твои ощущения? Ну знаешь, довольно обидно все-таки Ну и немного пить охота Жарко, как в Сочи, да, наверное? Ну ты не расстраивайся У тебя сейчас будет новый компьютер, более мощный Там Doom 4 классно летает Все последние релизы А в Fallout можно вообще в 4К играть Рейдеров будешь мочить Рейдеров будешь мочить Сейчас, дорогие зрители Мы убегаем от толпы, как морозков Если мы выживем То обязательно в ближайшем будущем Будет новый сезон нашего проекта Компьютер на прокачку Будут новые мощные компьютеры Новые победители И новые интересные видеоролики Оставайтесь с нами Не переключайте канал Жмите лайки и подписывайтесь Пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин